Друзья, тем, у кого плохо со здоровьем, например, сердцем, я рекомендую покинуть эту тему, потому что она настолько тяжелая, что вам не стоит здесь оставаться. Если же вы достаточно уже закалены российской действительностью, то можете остаться и узнать о возмутительном случае. Сейчас я прочитаю заметку из городской газеты или сайта «Вечерняя Казань», а затем я прочитаю вам комментарии множества людей, кто, ну, так же, как и я, не может найти слов происходящему. Из зала суда вышел свободным 27-летний бугульминец, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении родной полутора годовалой дочери. Несмотря на то, что следствие предоставило множество доказательств против подсудимого, да и он сам, к слову, не отрицал причинение девочке специфических травм, судья не нашел в его действиях состава преступления. Сам мужчина объяснил причиненные дочке страдания тем, что просто психанул. Все случилось 27 октября прошлого года в одном из частных домов города Бугульмы. Отец семейства, с женой он воспитывал троих детей, младший из которых было на тот момент полтора года, был дома один с ребятишками. Около 11 часов вечера мужчина позвонил супруге, которая была на работе и сбивчиво рассказал, что у младшенькой началось кровотечение. При этом скорую помощь не хотел вызывать до последнего, но встревоженная жена на этом все-таки настояла. Ребенка отвезли в местную центральную больницу, где ее смотрел врач-гинеколог и обнаружил травмы, которые говорили о насилии над малышкой. В итоге для оказания хирургической помощи девочку пришлось доставить в детскую больницу. Естественно, об этом немедленно известили дежурную часть ОМВД по Бугульминскому району. После проверки полицейские передали материалы в следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье 132 «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности написало его супруга. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако суд счел с самого начала, что будет достаточно домашнего ареста. Домашнего ареста человека, который по сути является педофилом и имеет право дальше находиться в доме с малолетними детьми и с женой, которая уже подала на него заявление. Хотя мужчина был обязан не контактировать с женой и детьми, уже потом выяснилось, что он нарушал это условие и навещал их. Вероятно, это и стало причиной того, что в суде женщина уже выступила в защиту мужа. Позднее по ходатайству гособвинения мать даже отстранили от представления интересов малолетней дочери на основании того, что «ее действия наносили ущерб несовершеннолетней». Сам горе-папаша во время следствия говорил, что просто хотел поменять дочке памперс, но был очень неаккуратен и якобы случайно причинил ей травмы. Но в ходе судебного процесса, где выступил эксперт, объяснивший, что такого рода повреждения случайным быть никак не может, отец признался, мол, был сильно разозлен из-за ссоры с женой, в итоге таким способом сорвал зло на ребенке. Просто психанул, разводил руками на заседаниях мужчина. Ничего страшного. В итоге суд посчитал. Вот сейчас внимание, это просто кавка отдыхает. Раз желания удовлетворить сексуальные потребности у подсудимого не было, то и состава преступления в его действиях нет. Мужчина был полностью оправдан и освобожден из зала суда. Такое решение суда для представителей городской прокуратуры оказалось, мягко говоря, неожиданным. Было приведено множество доказательств того, что подсудимый действовал именно с прямым умыслом, объясняет заместитель Бугульминского городского прокурора Николай Вдовин. Это показания и матери ребенка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке. Наконец, показания самого обвиняемого. Хоть и не сразу, но он сознался, что якобы от злости совершил насилие на своей дочерью. При расследовании была проведена судебно-медицинская экспертиза. В суде допрошен эксперт, который подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый. Такие травмы случайным способом нанести просто невозможно. Кроме того, суд не дал оценку тому, что девочке, в том числе, был причинен ущерб здоровью. А уж подоплека причины, по которой это было сделано, разве это имеет значение? Естественно, с решением Бугульминского госсуда мы в итоге не согласились и внесли апелляционное представление в Верховный суд Татарстана. В свою очередь адвокат, оправданного Салава Траупов, подал возражение на представление прокуратуры. Я считаю, что суд принял верное и обоснованное решение. Мы будем настаивать на том, чтобы вердикт остался в силе. Вот такой беспредел. Ну, а теперь комментарии адекватных людей, населяющих эту страну, и они есть в этой стране. И я думаю, что они в ужасе от того, что происходит, когда за какие-то политические действия люди могут дать 18 лет, не причинив вообще никакого вреда ни одному человеку на этой земле. В 18 лет. И здесь отец, педофил, нанесший ущерб здоровью девочки, плюс психологический ущерб ребенку, 11-летнему, который наблюдал эту сцену, не понес вообще никакого наказания. То есть даже каких-то символических года или трех вообще никакого наказания. Понятное дело, что в этом деле сработала коррупция российская, подкуп деньги и так далее. Но сейчас это не волнует людей. Людей волнует то, доколе будет продолжаться то, что продолжается, и до каких пор это будет называться судебной системой России. Комментарии. Нужно искать связь между судьей и педофилом. Может, общие интересы у них, может, родственники. А то сейчас каждый педофил на суде будет руками разводить и говорить, что он психанул, а ребенку с этим всю жизнь теперь жить. Дай бог, чтобы ребенок всего этого ужаса не помнил. Иначе это тяжелая психологическая травма. Всю семью на контроль. А мать еще надо проверить. Может, в этой семье насилие это давно уже норма. И поэтому и мать, и отец пытаются закрыть дело, чтобы не пошло дальше. Ну, здесь, видимо, пишет человек из этого же города. Мать защищала этого гада в суде. Поселила его снова со своими детьми. И соседи говорили, что все было не так. Старший 11-летний мальчик заглянул в комнату и увидел всю картину, когда педофил вытворял это с маленькой сестрой. Он бросился звонить бабушке и матери. Мальчик все видел. И после этого мамаша поселила снова педофила с детьми. Также у этой семьи нет газа. Свет отключен. И они незаконно его подключили снова. Соседи видели, как мать постоянно бьет детей. Я в шоке от бесправия. Насильник, отец троих детей, был на домашнем аресте вместе с детьми, в отношении которых расследовалось дело о изнасиловании. Представляете, какое давление он оказывал на них. А теперь его оправдали. Он может продолжать их насиловать дальше. А потом удивляются, почему дети в сговоре идут на убийство отца педофила. Тут остается или бежать, или давать отпор. Судья – продажная шкура. Это даже не пародия на суд. Это сплошное недоразумение. Цирк на наши деньги. Психанул – это когда чашку об стенку кинул или табуретку сломал. Но такое – это явная болезнь. Тут психиатром не надо быть. Органы опеки, ау, вы где? Вы за что зарплату получаете? Чтобы детей из бедных семей забирать? Отпускаем педофилов и убийц. Нет государства. Это чудовище опасно, а его оправдывают и выпускают на волю. Полтора года ребенку – ужас. У монстра явное отклонение в психике. И это навсегда. Знаю, такие случаи, они будут снова и снова это делать. Просто психанул? Пусть тогда лечатся в дурки. Судья кто? Покажите этого судью. Насколько надо быть уверены в собственной безнаказанности, чтобы в эпоху интернета творить такое? Это особо опасное преступление. Сколько же денег они отстегнули? За менее тяжкие сидят на больших сроках. Жена находилась с ним в домашнем аресте в одном доме. Кто знает, вдруг он заставил ее забрать заявление. Тем более странно, что она сначала подала заявление на него, а потом, после того, как он их навещал, резко стала выступать с оправданием. Учитывая то, что этот человек после того, как просто психанул, изнасиловал младенца, то, вероятно, он издевается и над женой, и над другими детьми. Теперь мы знаем, где находится самый гуманный суд в мире. В статье написано «Судья не нашел». Дяденька, значит, увидел в подсудимом родственную душу. Вы там не долбанулись все часом? Чем дольше я читаю наши новости, тем меньше могу найти человеческих слов, чтобы выразить свое отношение к происходящему. Сердцу больно просто от этого всего дерьма. Бугульминцы, ну найдите вы сами человека в таком случае он рядом с вами живет. И суд разрешил ему насиловать малолетних детей при условии, что он не будет испытывать при этом сексуального влечения. В какую книгу Оруэлла мы все нафиг попали? В нашем государстве напрочь отсутствует справедливость. За одиночный пикет 4 года, за изнасилование грудного ребенка оправдание. Этого государства быть не должно. Нам необходимо объединяться и противостоять беззаконию, которое процветает на государственном уровне. Судебная система России не имеет никакого отношения к праву и справедливости. Здесь дают 6 лет за пикет и оправдывают за изнасилование полуторагодовалого ребенка. Поэтому искренне желаю российским судьям на собственной шкуре испытать работу собственной системы. А судье из Бугульмы оправдавшего это существо желаю всего самого худшего во всем в его жизни. Вот такой беспредел. Ну, мне трудно подобрать слова, потому что здесь у обоих родителей, конечно, забрали бы детей, в случае, если жена попыталась бы его оправдать. Бывают такие психически нездоровые женщины, которые из-за страха, например, материальных потерь вдруг начинают защищать мужчину, а это значит они могут быть соучастниками преступлений. Детей, конечно, нужно отбирать всех, не только этого ребенка, но и всех, кто были свидетелями или находятся на одной территории с этим человеком. Странная система, где действительно детей могут забрать по бедности у хороших родителей и где не забирают ребенка у явного педофила. Я думаю, что это дело нужно придавать обязательно огласке, распространяйте это видео в соцсетях, делайте дополнительные ролики, пусть как можно больше людей узнают об этом. Такие вещи нельзя замалчивать. Вот для таких, именно для таких случаев и существует интернет. «Моя отец» и, что это будет